Игровой канал Артик Шоу, здесь вы найдете высококачественные прохождения и обзоры популярнейших игр, таких как Оверлорд, Панзар, Фоллаут, Амнезия, Аутласт и многие другие. В общем рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем привет, с вами Водород и сегодня я бы хотел вам рассказать о такой игре как Властители Мира. Одними из самых древних цивилизаций по праву считаются народы Азии. Названия тех государств давно канули в лету, но слава об их мудрости и военных подвигах удивляет и сейчас. Компания 101 XP, занимающая лидирующие положения на рынке компьютерных игр, решила воскресить историю давно исчезнувших империй и выпустила Властителей Мира. Онлайн стратегию браузерного формата. Игроков уже ожидают сотни пустых поселений, которым под вашим грамотным руководством суждено превратиться в великий народ, поработив всех, кто был против. Сюжет стратегии дело не первой важности. Гораздо лучше, когда развитие выполнено качественно, со вкусом и по канонам жанра. Об этом аспекте, правда, мы поговорим немного позже. Сейчас же нас интересуют события, случившиеся на смежных территориях Варии, Устрии и Сегории. Именно эти три столпа цивилизаций указаны разработчиками, как возможные расы для развития. Точных данных не имеется, но скорее всего разразилась между этой троицей война на фоне недостатка земель. Такое ощущение, что даже 10 тысяч лет назад в Китае стоял вопрос перенаселения. Не договорившись с мирным путем, местные правители решили действовать силой, набирая в свое войско вассалов, коим вы впоследствии и будете являться. Что касается геймплея, так как властители древнего мира игра браутерная, то и антураж создателей придумали соответствующий. Все необходимые ссылки под рукой, а бессменный помощник рассказывает все гидрости игры, попутно давая задания. Как водится, выполнение квестов неразрывно связано с обучением. Награда, кстати, так же, как и в других браузерах, полагается достойная. Общий вид это пока что пустые поля с местом для застройки основных сооружений, но это только на первый взгляд. Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, открываются удивительные подробности. Оказывается, вся территория поделена на несколько частей. Центр города и ресурсодобывающие локации. Признаем, ход довольно необычный. Сейчас разработчики пытаются уместить все на одном экране, с возможностью одолеть и приблизить фокус. Что касается расцветия, так и в игре присутствует 5 основных видов ресурсов. Это лес, сталь, золото, серебро и пища. Что конкретно имеется в виду под продовольствием не говорится. Хотя и существует несколько намеков на рис. Каждый вид ресурса понадобится при строительстве и улучшении зданий. Золото, правда, можно использовать и для других фишек. Например, ускорение стройки. Приятно порадовали заранее отведенные места для каждого дома или любого другого строения. Ломать голову над этой проблемой не стоит. Правда, пора скинуть мозгами все-таки придется, но уже по другому поводу. Для сражений примечательной особенностью игры стало присутствие бандитов на вашей территории. Если ранее в других проектах, чтобы позабавиться с нейтральными бандитами, достаточно было отойти на пару шагов от родного города, то во властителях древнего мира те самые воры сами приходят в гости. Напасть они могут на каменоломню, дом или другой объект, который считают лакомым. Бороться с ними достаточно просто. На соответствующем строении появляется значок, и все, что теперь нужно, нажать на него. По сравнению с другими играми такого жанра, властители мира выгодно выделяются на фоне конкурентов, в первую очередь системой боя. В то время, когда в подавляющем большинстве браузерных социгий мы можем лишь читать отчеты и набирать войско, то в этом продукте мы становимся активным участником процесса. В режиме схватки существует три вида тактики. Штурм, оборона и атака. Штурм идеален против обороны. Плох против атаки. Оборона в свою очередь выигрывает штурм, но проигрывает атаки. Атака же станет отличной контрой к обороне, но не выдержит штурма. Перед битвой обе стороны выбирают тактику. Преимущество второго хода принадлежит игроку. Но компьютерный мозг может любое время изменить стратегию, поэтому следите за ним внимательно. Также можно сражаться и в режиме подземелья. Обычно походы туда совпадают с заданиями. Так что удачное завершение операции сулит не только дропс монстров, но и награду заданий. И в заключении можно сказать, что властители получили, что называется, отличным примером для подражания. Есть в них всё. И частичка востока, соответствующая названию игры, и атмосфера древнего мира, и новые фишки, которые не побоялись внедрить разработчики в таком классическом жанре. Проект отлично подойдёт всем, кто давно искал тематические наработки с историческим уклоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА